Добрый вечер. Превыборная кампания в Москве завершается, она практически истекает уже сегодня. У нас остается вдох-выдох для того, чтобы подвести промежуточные итоги. Уже, в принципе, нас убедили в том, что на должность Сергея Семеновича Собянина победил Сергей Семеновича Собянина в борьбе с Сергеем Семеновичем Собянином. Поэтому всех остальных просьба не волноваться. Как вы понимаете, места распределены давно, подсчитаны, и экзит-пулы показали, что все совершенно замечательно. Все остальные тихо согласились, умылись и разошлись по домам. И хотя новости в будущем времени произойдет это только в воскресенье, на самом деле, картина известна была давно. И особенность коллизии на сегодняшний день в битве за Московский престол в том, что здесь четкий антагонизм между москвичом Навальным и понаехавшими из нынешней администрации. Деревенские, они вообще никогда не признаются в том, что у них существует комплекс перед горожанами. Провинциалы никогда не признаются в наличии комплекса перед москвичами. Хотя он есть и он очевиден. И здесь вполне понятно, что если горожане из провинции еще как-то могут простить москалям клятым Красную площадь, восьмикомнатные квартиры и шестисотой Мерседеса у каждого, то, например, сельские жители к этому относятся, конечно, еще более болезненно. При том, что и те, и другие прекрасно понимают, что москаль клятый, он пожрал всю колбасу в столице и в стране. И вообще, конечно, паразитирует на хребтине трудового народа. Это не могло не найти отражения в баталии за московский престол, который, естественно, никто и не разыгрывал. Как бы мы ни строили себе иллюзии. И сейчас уже все нормально выходит в финал. Вся эта многоходовая комбинация. Каждый день в Москве открываются новые транспортные развязки. Жизнь становится лучше, жизнь становится веселей. Мы потихонечку подготовлены к тому, что нынешняя власть максимально заботлива. Что приехавшие в наш город люди, не имеющие к нему никакого отношения, спят и видят денно и ночно в порывах и заботе о москалях клятых, об этих поганых горожанах, с которыми непонятно что делать, которые не работают, налоги не платят, но на Мерседесов все ездят. И можно было бы к этому относиться, как, может быть, всего-навсего избыточной рефлексии и переживаниям интеллигентского разума, не имеющим под собой основы. Знаете, иногда бывает так, что определенная группа лиц, называющая себя интеллигенцией, почему-то переживает по несуществующим поводам. Им все это мерещится, они выдают это за действительное. Так вот, проболтался Хуснулин. Вот Акела промахнулся, а Хуснулин проболтался. Он, судя по всему, прекрасно знает, что выборы победила команда, в которой он работает, поэтому нету какого-то варианта, времени икс, до которого нужно помалкивать. И он вывалил на москвичей, причем посредством телеканала, информацию о том, что хана вам москвичи. Да достали вы уже со своими машинами, со своей жизнью в центре, на Красной площади, в пятикомнатных квартирах, с видом на море, в Сосновом Бару. И колбасу все поели у нас, у провинциалов, приехавших в этот город. И он буквально сказал, что систему паркования в центре города будет ужесточать. Количество машин, которые смогут парковаться в центре города, будет все меньше и меньше. Мы запретим парковку на уличной дорожной сети. Это идет вразрез с теми сладкими обещаниями Собянина, которые мы тоже слышим, о том, что и москвичи родные, и парковаться, конечно, никто не запретит. И мы о мерах по дальнейшему улучшению жизни в городе заботимся денно и ночно. И то, что мы, конечно, совершаем какие-то противоправные действия, которые антиконституционные, идут немножечко вразрез с Уголовным кодексом, чуть-чуть вопреки, в принципе, даже морали, но это не важно. Подумаешь, мы придумали здесь у вас выделенные полосы в вашем городе. Подумаешь, мы сделали, применили максимум по городу абсолютно противозаконную видеофиксацию нарушений. В том виде, в котором она реализована в нашей стране, она абсолютно незаконна. Вот вся видеофиксация во всей стране незаконна, и в Москве в частности. Шлагбаумы, помните эту компанию, когда бабушки рыдали и кричали, Сергей Семенович, дорогой, спаси нас, без бесплатного шлагбаума жить не можем. Отец родной, ну поставь, пожалуйста, нам во двор, а то вот каждый раз, как скорая подъезжает, так прямо кровью обливаемся, не можем. Естественно, сердце кровью обливается. Он им тоже помогал. Потом была применена вот эта зверская совершенно по тарификации плата за парковки. Потом транспортный налог. Если вы помните, походи даже пнули многодетные семьи с точки зрения наехавших в Москву, в Нерезиновую. Если у тебя много детей, то ты не смеешь ездить на мощной машине, потому что льготы заканчиваются на рубеже в 200 лошадиных сил для многодетных. Ну это так, чтобы москалям клятым просто было лишний раз приятно. Потом началась зачистка центра, о чем прокуратура предупредила, что это незаконно, не должно быть платной парковки вообще и не должно быть парковки по таким зверским тарифам. Прокуратуру моментально заткнули, она после этого тихо сказала, что это все в порядке. Потом, если помните, была еще особая статья разборки с пикапами, но потому что с точки зрения деревенских, москаль клятый горожанин в центре, живущий на пикапе, ну как минимум должен спросить разрешение и по сию пору спрашивает, а иначе въезд платный, штраф. Это все вместе забота, это все вместе клевета Навального, москаля клятого такого же. Ничего этого, естественно, нет, а есть только развязки, есть новые дороги, которые рубят на железобетонные анклавы Москву. И вдруг на фоне этого выскакивает Хуснулин, который говорит, ребят, а дальше будет еще хуже, да мы вам вообще все запретим, да вы кто такие в этом городе? Причем очарование этой реплики Хуснулина еще в том, что он заявил, удовлетворить все машины парковочными местами в Москве невозможно, а дальше, внимание, Москва нерезиновая. Ой, как интересно, достойнейший кандидат экономических наук Марат Хуснулин приехал в Москву из Казани. То есть он из категории тех, в отношении кого Москва оказалась резиновая, а вот все остальные, она уже не резиновая. То есть подстава, которую он совершил в отношении Собянина, она, конечно, такая из категории очень весомых провокаций. То есть так нагадить своему любимому шефу можно было только уже, когда ты полностью далек от этих разборок и от этих дат, когда можно разглашать тайну, а когда нельзя, и вообще, что является тайной, а что ей не является. Естественно, тут же Максим Ликсутов, уроженец маленькой деревеньки из Эстонии, бросился на горожанина Хуснулина с объяснениями, что все он наврал, все не так, никого мы запрещать не будем, и все будет отлично. То есть масса опровержений. И дальше он сказал одну очень правильную вещь, что Хуснулин по статусу своему, по должности, не ведает этими вопросами. Ему неоткуда взять подобные клеветнические измышления, пачкающие светлый мундир товарища Собянина, выигравшего выборы. В этом отношении он абсолютно прав. Тогда возникает вопрос, откуда руководитель департамента градостроительной политики и строительства вообще, в принципе, взял эту клевету, несоответствующую действительности. Сам выдумал. То есть ему было нечего делать, он как-то присел и подумал, а вот мне, человеку, отвечающему за те же самые транспортные развязки, но не ведущими платными парковками, а не придумать ли мне что-нибудь такое подлинненькое, гаденькое? Вот делать было ему нечего. Я подозреваю, что здесь несколько другой ответ. Он действительно не в курсе, это не его тема, это тему Ликсутова. Он просто, что называется, в кулуарах услышал. Вот это то, о чем московское правительство, власть и арендаторы города говорят между собой. До выборов об этом говорить нельзя. Информация ДСП. День Икс еще не настал. Но Хуснулин, который совершенно искренне далек от этого, и от этой разборки, и от парковочного пространства, и от тех офшоров, в которые куда-то сливаются каким-то образом деньги с этих парковок, он действительно далек. Он просто именно проболтался. Потому что с его позиции выборы уже состоялись, на них Собянин уже выиграл, все сидят на своих местах, и они знают свой дальнейший шаг. Они прекрасно понимают, что как только опустится вот этот железный занавес выборов, все, вот после этого можно душить и топтать кого угодно, как угодно. Потому что битва с москалями-клятами не закончена. Причем удивительный аспект. Одни понаехавшие рубят других понаехавших. Потому что из 22 миллионов жителей города, пять это москвичи, остальные-то как раз вот те, которые в Нерезиновую. И одни члены клана Нерезиновой пытаются извести других членов клана Нерезиновой. И все это вместе начинается с центра. С московского исторического центра, завоевание которого вызывает у них такой ажиотаж. Чисто провинциальный. Перерыв на новости. Оба сайта, и победившие давно уже пробки, и констатирующие истинное положение, констатируют 9 баллов. Да, ничего не поделаешь. Ни Дмитровка вчера открытая, ни Алабяно-Балтийский тоннель сегодняшний пробкам не помогли. Ну, что, в принципе, не было запланировано, но, тем не менее, соответствует действительности. 65, 10, 9, 9 и 6. Иван написал. Меняли мы уже власть в России. Надеюсь, скоро еще раз так сделаем. А пока проголосуем за Навального. Одномиллионное что сработает, и он станет мэром, но мы попробуем. Да, Иван, действительно, мы как раз с вами будем пробовать. Итак, кстати, Иван, вы же и дозвонились. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам за вашу передачу. Спасибо вам. Есть такой вот вопросик. У меня сейчас 8-7 года, я вот езжу на ней. Ух ты, хороший аппарат у вас? Хороший аппарат, да. Самолет алюминиевый, железный? Самолет алюминиевый, да, алюминиевый. Очень нравится, но все-таки пора уже, наверное, его поменять. Так ведь не на что, Иван, у вас лучшее, что делает Ауди, вы можете купить себе чуть-чуть по более шикарной цене ту же самую машину, которая называется Bentley Continental, а дальше-то плыть некуда. Ну, ничего, я готов как бы и поменьше пересесть. Я все, собственно, и хотел с вами посоветоваться. Продвинулся у меня автомобиль новый Superb, универсал. Ух ты, гениальная машина. Достойный аппарат. Ну, вообще, она лучше любого абсолютно Volkswagen, который только есть. Она лучше, например, Passat. И да, после Audi... Ну, она лучше Passat даже, и она и внутри лучше, я вот даже сказал. Да, да, вот прямое сопоставление с Passat говорит о том, что Passat хуже просто на несколько порядков. Согласен, Слава. После Audi единственная разница будет в том, что Skoda, поскольку она адресована в несколько иной категории, то она, что называется, по отделке, там, ковры не такие. Я переживу. Да, да. Хотя, вот, в принципе, после Audi A8, будучи человеком, вкусившим блистательные роскоши и располагающим определенными средствами, для вас московское правительство готовит Mitsubishi IMF. Она стоит те же самые 2 миллиона, но полностью электрическая. Очень модно. Я думаю, что это не подойдет. Маленькая и дорогая. Ну, нет, шикарная машина, 2 миллиона. Это такой, знаете, биотуалет, который всегда с вами. Но очень контрастно, потому что после Audi A8, одного технологически продвинутого девайса, вы пересаживаетесь, например, в Mitsubishi IMF, другой технологически не менее совершенный девайс. А Superb это просто хорошая машина. Ну, одна из лучших. И, вы знаете, хотел уточнить, а вот что лучше взять? 1.8 турбированный и подбить вот комплектацию, ну, там, 7-ступенчатая? Или все-таки двушку, ну, там, 6-ступка? Как вот все-таки? А вы... Что касается такой двигатель? Вы образную шестерку с полным приводом не хотите? Нет, вы знаете, я все-таки, вот, ну, 2 миллиона это уже все-таки слишком, на мой взгляд. Вообще, вот 1.8 турбо, ей выше крыши хватает. Она настолько шикарно на этом моторе едет. Причем, опять-таки, вот эти 1.8 с DSG, они ко всему прочему, вот кроме той динамики, которую они обеспечивают, они еще очень заботливо относятся к вашему кошельку по расходу топлива. DSG, она изо всех сил старается сделать минимальным расход. Вот, вот, чтобы вы цифру 10 на одометре не увидели, на расходомере, она пытается уложиться, там, в 9.5, там, в 8.7, ну, опять-таки, у каждого свой сценарий езды, свои маршруты, но машина хочет, чтобы у вас осталось как можно больше денег на конфеты, а не на бензин. И супер, вообще, удачная машина. 1.8 достаточно. Достаточно, достаточно выше крыши. Ну, потом, если надоест, вы можете, там, аккуратно подкрасться к нему и чипануть. Я вас понял. И получить что-нибудь такое элегантное. Ну, с другой стороны, машина, которая, это вот как полковник в военное время. Если он бежит, он вызывает панику. А если он идет, соответственно, медленно, то это довольно странно. То есть машина очень сбалансирована уже, начиная от мотора 1.8. Сергей, здравствуйте. Алло. Здрасте. Добрый вечер, Сергей. Очередной раз вам позвонился, я безумно этому рад. Я тоже. Еще раз. Спасибо вам за передачу. Спасибо. Как личные преданные слушатели, слушайте меня в каждый день, если успеваю уходить с работы вовремя. Для этого надо смываться с работы, потому что уйти вовремя все не получается, все можно только покинуть. Вот, да, есть такое. Вопрос у меня может быть несколько обычный, но, с другой стороны, не очень. Особенно их два. Во-первых, в связи с постройкой дачи все-таки решил приобрести себе пикап, как некую рабочую лошадку, но и кататься на нем в городе. Оттуда возникает второй вопрос. Там ситуация с въездом в третье транспортное кольцо с точки зрения камеры видеофиксации и выплаты штрафа в виде того, что как бы еду на грузовике. То есть она не изменилась. Нет. Ну, вы москаль, клятый. Вы никогда не пробовали жить где-нибудь в маленькой деревне в Эстонии или, например, в Ханты-Мансийском округе, нет? Пока нет. Оттуда вы... Ну, пока я тоже пока временно еще почему-то задержался здесь, на своей исторической родине. Хотя перспективы у нас с вами в этом отношении одинаковые. И вот представьте себе, вы, клятый москаль, у селян отбираете пикап и горцуете по асфальту, а они там, можно сказать, за самогоном ездят на лошадях и на велосипедах. Ну, и как после этого вам не запретить подобную поездку? Ну, что вы. Тем более, что для дачи, для строительства чего бы то ни было, есть такая гуманная машина, как Volkswagen Amarok на автомате, на полном приводе. У нее довольно крупный кузов, и туда можно безжалостно кидать даже кирпичи. Ну, так Amarok же как же? Вот про Amarok. Значит, посидел я пока в двух машинах пикапов. Это первый Hilux, соответственно, Toyota, но я туда физически не влез со своим метр девяносто восемь. Устроиться мне мало того, что за рулем, так еще и за собой просто не представляется возможным. Честно говоря, был очень сильно разочарован и одновременно удивлен. До Ford Ranger у меня пока, так сказать, ноги, руки не дошли. Вот. А Volkswagen Amarok, да, это одна из тех машин, в которой я с комфортом уселся, все хорошо, все прекрасно. Единственное, у меня есть опасения за вот этот дитурбированный дизель. Правильные опасения. Но, знаете как, вот не каждому начинающему водителю на роду написано обязательно попасть в ДТП, и не каждому двухтурбовому мотору на роду написано непременно сдохнуть. Есть приятные прецеденты, когда этот мотор по какой-то причине выживает. И ведь вы же машину, как всегда, берете не на ближайшие 700 тысяч километров. То есть вы надеетесь, что она проживет 250, но после 100 потихонечку начнете ее продавать. Вот. Она готова к тому, чтобы попытаться во имя вашей дачи прожить 100 тысяч. Но, естественно, чудо не произойдет. Ведь не зря же Volkswagen сейчас туда потихонечку инсталируют правильный мотор 3.0, который дизельный у них ставится на Tuarego. Потому что двушка вот эта с двумя турбинами, да, она по ресурсу... Поначалу она вообще была на 40 тысяч, потом они дотянули ее до 60. Вот сейчас они ее тянут к 100, чтобы 100 было действительно без проблем. То есть, исходя из этого, абсолютно бессмысленно искать бэушную автомобиль. Бэушную, во-первых, не будет с автоматом. Вы получите машину на ручке с задним... Нет, мне нужна именно ручка, демультипликатор и честный парт-тайм. Вот. Что мне хочется от этого автомобиля получить. Тогда у вас выбор шире, но из-за того, что метр девяносто восемь помещаются не везде, получается, что все-таки хотите вы того или нет, а гуманоиды, сделавшие большую кабину Амарока, имели в виду в том числе и вас. Все остальные, вот всякие там Mazda, Ford, Mitsubishi L200, они будут потеснее. Причем сильно потеснее. Вы в Toyota не влезли, а Toyota довольно крупная по пространству жизненному. Поэтому, кроме Амарока, может быть, вот сейчас через какое-то время придет Колорадо, Chevrolet. Я думаю, там ценник будет несколько сходить, и, возможно, ну, как-то мне все-таки американцы несколько дальше. Ну, американского в нем только документы. Он по прописке американец, а вообще-то родился он в ЮАР, и делали его бразильцы. И эта та же самая машина, нахлобученная нормальным полным кузовом универсала, она уже называется Trailblazer на нашем рынке, вот именно она, рамная с порт-таймом на ручке и с листовыми рессорами сзади под балкой, вполне может быть пригодится по хозяйству. Причем у нее очень грамотно сделанный салон, такой вот нормальный пластмассовый резинотехнический рубанком по живой пластмассе. То есть он по уровню, наверное, где-то чуть-чуть хуже, чем у 41-го «Москвича», если помните, что это такое. Я знаю, это первая моя машина. Вот, ваш «Москвич» был на фоне салона люкс просто. У Trailblazer и у Colorado салончик похуже. Поэтому вы окунетесь в родину, вы сразу поймете, что здесь нужны суровые рукавицы, мужская кирза, и работать, работать, работать. Моется это все из шланга. По эргономике это все приемлемо. Сидится там хорошо, будка там большая, но ее еще никто не видел, только некоторые журналисты, прорвавшиеся на тест, пытались линейкой это замерить. Но вы у самого себя лучшая линейка. Вот приедет, посмотрите, и может оказаться, что это правильный вариант, тем более, что дизель у него очень хороший. Дизель у него какой надо. Спасибо. Ой, это действительно трудно выбрать себе пикап, потому что все рамники, они по высоте потолка, к сожалению, не оптимальны. Андрей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Это я. Вы уже все в эфире, страна вас слушает, и, кстати, Москва Тур. Здравствуйте, Иван Ильич. Вот второй раз к вам дозвонился, если помните, Volkswagen Bora V6. Редкая машина, да. Да, ежая. У меня, собственно, два вопроса, и не совсем по выбору для себя. Значит, первое, это выборы. Собственно, речь ваша очень понравилась, прямо вот именно то, что я думаю, и мне очень обидно, что... А не выбрать ли вам Собянина, подумали вы? Нет, не выбрать, лучше Навального. Да нет, нечего выбирать-то, понимаете? Нечего, абсолютно. Руки опускаются даже, не знаю, что делать, если честно. Идти на выборы, голосовать, и посмотреть, как именно об вас вытрут ноги, и вашим голосом пренебрегут. Ну... Все равно неприятно. Неприятно, согласен. Знаете, я тоже проиграл на этих выборах вместе с вами, Андрей. Да. И, собственно, второй вопрос. Вот на некоторых программах, да, не так давно я их слушал, вы не очень лестно отзывались об Infiniti автомобилях. У меня вот такой вопрос. Ведь, по сути, те автомобили, которые делает Infiniti, альтернатив-то им и нет. В каком смысле? В линейке Ниссана? Вот в линейке, ну, таких общеизвестных брендов, там, наиболее популярных. Вот тут же... Андрей, прервемся на новости. После новостей продолжим. На связи Андрей. Андрей по поводу Infiniti. Итак. Да. Еще раз повторюсь. Вот у моего друга есть автомобиль Infiniti G37. Так. Вот стоил этот аппарат, ну, немного, там, где-то миллион семьсот, учитывая его двигатель и полный привод. И вот я несколько раз с ним ездил, и подвеска мне очень понравилась на нем. Понятно, что... Ну, что этот автомобиль, в принципе, с таким двигателем, ну, не очень нужен в Москве, потому что потенциал девать просто некуда. Но, тем не менее, вот... Я бы хотел услышать, какие вообще альтернативы, у... Ну, по рынку такому, есть у этого автомобиля. Итого. Значит, здесь... Что FX, что G. Да, не будем путать. Nissan, который делает для своего внутреннего рынка все эти же самые машины и адресует их американцам в первую очередь в леворуком исполнении, и нам во вторую, тщательно отслеживает, чтобы здесь было хоть какое-то преимущество и превосходство по рынку. Потому что вся остальная Европа, она довольно сдержана, в том числе по литражу, по полному приводу. И в Америке альтернативы очень много, а у нас в стране альтернативы не так много именно ради того, чтобы у Infiniti была хоть какая-то причина для покупки. Особенно, когда это полноприводный Nissan. Реализация полного привода у них неплохая. Но если не забывать, что все-таки это просто Nissan, но с удвоенным ценником, и его нужно купить, полюбить и на нем ездить, то преимущества на эти деньги в нем нету никаких. Хотя любить его за мотор и за полный привод никому не возбраняется. И когда нам рассказывают о том, что это какая-то особо приличная порода автомобилей, то, например, по Москве до сих пор катаются Nissan и Almera, но с шильдиком Infiniti, с американского рынка, с кожаным салоном. Вот Nissan Almera, да, это шикарный совершенно Infiniti. Он стоит того, чтобы в 4 раза переплатить. Или, например, те же самые EX, особенно 25. Это самая плохая машина фирмы Nissan, которую я знаю. То есть хуже, возможно, есть, просто мне не все известны. Но EX25, заднеприводный, это самая грандиозная неудача. Хуже него только, наверное, Mitsubishi ISX, но Mitsubishi ISX, он, соответственно, в 3 раза дешевле. А если говорить о мощности, то вот таких бешено-мощных машин, не очень правильных, не очень оправдывающих свой ценник, у японцев, опять-таки, много и Kizashi, и какой-нибудь Honda Cross Tour. А дальше, пожалуйста, посмотрите на любого немца, на какую-нибудь Audi. У них тоже очень неплохо. Но это другой ценник. Это другой ценник. У вас все-таки, понимаете, какая штука, должно быть оправдание. С одной стороны, ведь Infiniti, это машина, рассчитанная на Peugeot, но на Peugeot прижимистого. То есть очень хочется показать, что крут до невозможности, и даже как-то так тихонечко офигеть от собственной крутизны. А при всем при том, жаба душит взять и купить полноценную вещь. Вот, ну, зачем вот Rolex? Ну, нет, я лучше куплю что-нибудь, ну, пойду себе какой-нибудь, куплю Романсон, и тоже буду всем рассказывать, что он в Швейцарии, хотя он давно уже Корея. Вот из этой же самой категории. И японцы, прекрасно понимая менталитет покупателя, они берут обычные тапки, прикручивают на них логотип, вставляют туда новую стельку и продают в три конца. И народ говорит, зато у меня стелечка крутая. Осторожно все смотрят, в тапчиках пошел. Вот для тех, кто считает, что его стелечка, она того стоит, как раз Infiniti. И прямых аналогов, конечно, у FX нету. FX шикарная машина. Вот 35-37 молодцы, первого поколения. Еще тогда такой вопрос, если можно. Да, да, конечно. Про BMW. Вы довольно редко про него говорите. А что про него говорите? Я хотел бы узнать, просто недавно ездил в салон, смотрел трешку, и в то же время ездил, смотрел Volvo S60. В одном салоне мне говорили, фу, Volvo, господи, что это? А в другом салоне то же самое, но про BMW. И я понимаю, что по вашим передачам, что Volvo это просто безопасность четырьмя колесами, и все. А про BMW я вот как-то так и не смог ваше мнение понять. В принципе, вот по трешке в частности. То есть вы предлагаете мне заочный спор с двумя продавцами из конкурирующих фирм. Вольвовцы, естественно, ругают BMW-шников, BMW-шники вольвовцев, а рядом стоит еще Mercedes, который ругает их обоих. И тут сбоку я четвертый. Я пытаюсь понять, что вообще для потребителя может быть, может быть, даже надежный. Начнем с этого. Надежности нету ни у той, ни у другой машины. Надежность зависит только от вас. Как инженерная составляющая автомобиля, она прекратила свое существование где-то так на рубеже, наверное, 90-х годов. Вот после 90-х о надежности речи вообще нет. Есть речь о голубизне, об экологии, о рециклинге и о том, чтобы в гарантийный период вся эта напичканная электроникой штуковина ублажала своего владельца. После чего она тихо и спокойно умрет под забором. То есть, по сути, они ходят до сотни и все, до свидания. Ну, вот они ходят где-нибудь, наверное, до 150, после чего тихо начинают прощаться с вами, высекая слезу и искру. Искру из кошелька и слезу, соответственно, из всего остального организма. И, естественно, вольвовцы не любят бмвшников, бмвшники не любят вольвовцев. У вольва и вправду есть безопасность. Кроме того, что это их основной рекламный посыл, у них очень хороший полигон и очень грамотная система испытаний, когда они бьют легкое об тяжелое, тяжелое об легкое и ведут статистику аварий, когда они выезжают на абсолютно все ДТП с участием вольвы в радиусе 100 км от Гетеборга. Они имеют реальное понимание того, как это работает либо не работает. При всем при том, вольвы, ну, какая там может быть надежность, откуда она возьмется? У бмвшников эталонная инжиниринговая школа. Бмвшники могут создать машину великолепную по управляемости, по степени послушания мысли водителя, по предугадыванию. При всем при том, какими разными они ни были, у Вольво 5 звезд по Евронкап, у БМВ 5 звезд по Евронкап. В этом отношении они оба отличники. И оба сдохнут после 150. При этом вопрос они начнут задавать еще раньше. И завод, в принципе, не рассчитывает ни на какую надежность. Ведь это мы с вами хотим купить одну машину на всю жизнь и все равно продадим ее через 3-5 лет. Но когда мы идем покупать, мы хотим, чтобы как с женой женился, и все, к этому вопросу больше не возникало. Никаких претензий. А потом вы едете через 5 лет в метро, а на вас блондинка так посмотрела, что в душе у вас что-то так колыхнулось. Я женат. Вы покупаете себе вечную машину, а потом все равно она у вас не вечная, вы от нее избавляетесь. Поиск идеала требует самовнушения. Вы должны поверить в то, что, например, BMW лучше на свете. Зайти на форумы, прийти к дилеру, получить свою дозу зомбирования. Вокруг вас сгрудятся люди, желательно цокающие языками, говорят, а, Андрей Джан, какой BMW ты себе купил, белый, какой хороший, молодец. И после этого вы самовудовлетворенный выступаете в жизнь на этом новом, красивом, например, белом BMW. И у вас какой-нибудь мотор там в 2,5, и при пробеге тысяч в 20 у вас лопается коленвал. И вдребезги разносит весь двигатель. После чего дилер вам говорит, ну ты чё, семерочка бы купил, мы бы тебе тут. А так, ладно, ну, в очередь, через полгодика сделаем в натуре. И вы опускаетесь на землю. После чего начинаете любить, например, Volvo. А у Volvo вы едете на машине, и она вам сворачивает коробку бантиком, тоже рассыпая ее мелкой трухой по асфальту, при пробеге тысяч в 50. И тогда вы уходите к инфинити. И получаете... Прямо как с выборами. Получаете еще кучу проблем. И разница только в том, что вот эти все одноразовые изделия, они адресованы разным кошелькам. Вы покупаете машину, очень хорошую, классную машину Solaris. И ездите на ней 100 тысяч, и вы счастливы. Вы рассчитываете, что она пробежит миллион? Нет. Но зато вы купили за 500 тысяч и отлично отъездили. Вот точно с таким же ресурсом, с точно с таким же техническим наполнением и с точно такой же продолжительностью жизни вы можете купить машину за 2 миллиона, за 3 миллиона, за 4 миллиона, за 7 миллионов и за 12 миллионов. И они все будут жить. 100 тысяч вас радовать. 150 не все, 200 не одна. Увы. Ясно. Я понял, вы ответили на мой вопрос. Спасибо большое вам за передачу. Еще раз. Ах, Андрей. Всего доброго. Спасибо вам. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Вадим. Вот вы в очередной раз обхаяли мою любимую марку. Которую из 100 марок, которые я обхаял. БМВ. БМВ. Вы приспустили флаг и у вас тихонечко траур на душе, Вадим? Нет, почему? Вы воспряли духом? Да, потому что рассказываю свои личные истории. Замечательно. Первый БМВ в 39-м кузове я приобрел в Европе с пробегом 160 тысяч. Отлично. И успешно отъездил на ней еще 250. То есть плюс 250. Да, плюс 250. И, в общем-то, только где-то ближе к 400 тысяч она начала создавать какие-то проблемы. В частности, доливка масла в двигатель, некоторые начались дергания у коробки передач. Ну, такое, что ездить было можно. После чего она была успешно реализована и был приобретен 61-й кузов из Европы с пробегом внимание в 250 тысяч. Отлично. Вот. Проездил я на ней уже полтора года 70 тысяч пробега. Значит, из поломок, если можно назвать поломками, значит, перейдался в проводочек в крышке багажника, ну, в пятой двери. Перестали работать замки центральные. Да, дорого было, потому что пришлось снимать потолок. Мне ремонт обошелся, дай Бог памяти, в 9 тысяч рублей. Ну, да, в общем, нельзя сказать, что дорого, но все-таки, конечно, денег потребовало. Да, и плюс еще поменял передний демпфер на маховике. Ну, не на маховике, извиняюсь, на кренвалу, передний демпфер. А он резиновый, естественно, начал трескать. Это и обошлось еще в 15 тысяч рублей. Замечательно. Вы чрезвычайно заботливый хозяин, потому что вы тот редкий человек, который и обеспечивает надежность. И когда люди спрашивают меня о надежности, я им всегда отвечаю, это ваша личная заслуга, это ваша личная особенность, потому что заводу главное, чтобы вы отъездили гарантийный период, а дальше, ну, дальше уже как-нибудь вы там разберетесь сами. И вот редкие индивидуумы, которые обожают свою технику, относятся к ней трепетно, могут на одном сцеплении проездить 400 тысяч, без каких бы то ни было проблем. На одной машине без серьезных повреждений, поломок и вопросов проездить те же самые 300, 400 и 500. Но это только ваша заслуга. Не фирма. Ну, понятно, что ездить надо с умом. А не всем это понятно. Это вот как с ботинками. Знаете, некоторые покупают их и месяц носят, а потом два года донашивают. А некоторые два года носят, а потом еще пять лет донашивают. А ботинок, может быть, один и тот же. И после этого мы на форумах читаем, что, э, фирма Якова уже совсем не та. Я вот один раз по костру пробежал, по минному полю отчизны прогулялся, так подошва в клочья. Что это такое? Разве нимфа кисть дает туда себе в качель? А кто-то другой, вот как вы, может это годами использовать. Так вот, вопрос к моему. Да. Значит, нужда, видимо, меня заставит пересесть с обычной машиной. Я всю жизнь ездил назад не приводную машину. На полуприводную. Ну, потому что живу за городом эта зима показала, что меня моя супруга на АХ-35 Чундае два раза из сугроба выдергивала, потому что не мог выехать из дома. Вот. И, соответственно, мысли идут АХ-5. Вот. Но ввиду того, что вот я всю жизнь езжу на заднеприводном автомобиле... Прервемся сейчас на новость, а потом продолжим. Вадим, вы здесь. Да-да-да. Так у тебя такой вопрос. Вот все мои как бы водительские реакции уже заточены под заднеприводный автомобиль. Не будет у меня проблем, если я пересяду на полноприводный? Нет. Ну, никогда я не ездил на полноприводный автомобиль. Нет, вам станет только легче. Вы долгие годы ходили в строевых сапогах, тянули носочек, поднимали подбородочек и поправляли фуражку по кокарде. А теперь раз, и у вас тапочки, легкая панамка и походка в развалочку. У вас будет передний привод по умолчанию, зад будет поспевать в случае какой-то экстренной или просто неприятной ситуации. Смотрите, АХ-5, он разве не основной привод, не задний у него? Еще раз, какой АХ? Х-5 BMW. А, мне бы что-то казалось, что вы про жену про АХ-35. Х-5. Х-5 BMW, если хочу. Х-5 BMW, у него перераспределение крутящего момента идет в сторону смещения задней оси. У вас 40 на 60. То есть у него реакции такие, как будто вы едете на заднем приводе, а перед у него подгребает по необходимости. То есть у вас будет все ваши повадки заднего привода там востребованы или реализованы. Никаких трудностей у вас не будет. У вас будет наоборот еще более уверенное, убедительное и устойчивое прохождение поворота, потому что вы будете идти по заточке заднего привода по рефлексам своим, а он будет еще тихонечко помогать вам передом, не уводя в сторону. Вы получите еще больше убедительного, хорошего, качественного перемещения в пространстве. То есть X5 здесь будет вам очень кстати. Вот прям именно для вас. Он прям совсем в душу ляжет. Потому что на Hyundai ездить не могу, там надо за руль держаться. А обычно за что? Не, ну обычно так BMW просто слегка его так. А там надо держаться, потому что рук рвется почему-то. А, ну нюансы конечно же есть. А у жены он наверное бензиновый с 2.0, да? Да, бензиновый с 2.0. Автомобиль замечательный за эти деньги. Говорить нечего. Прекрасная машина. Ну да, машина действительно удачная. X5 это очень правильно. И самое главное, что если вы опять-таки будете брать его поддержанный, то судя по всему у вас есть какой-то способ угадывания машины, которая нуждается в вас. То есть вы как-то так душой ее сканируете. А потом она настолько вам признательна за спасение, что она не готова покидать ни вас, ни этот мир и служит вам сотнями тысяч без проблем. Ну в общем да. У меня есть хороший поставщик автомобилей просто из Европы. Я сам взбираю на их сайте и цикл его пальцем говорю хочу вот эту. Он едет смотрит и говорит стоит или не стоит. Ну как-то его экспертному мнению доверяю еще ни разу не подвел ни меня ни моих да ну что очевидно потому как действительно результаты все вот эти четырехсоттысячные пробеги говорят о том насколько у вас хорошо с этим поставлен вопрос и x5 ну тем более по Европе ухоженный будет это же не наши бандитские машины. При покупке автомобиля из Европы вот реально он получается дороже если бы я покупал аналогичную машину здесь. Конечно. Если бы хорошую машину выбирать не барахол который там продают местами а именно хорошая машина получается у Европы устроили дороже чем купить с такого же года такого же пробега естественно это знаете 15-20 это в общем что называется минимум поскольку в действительности можно сэкономить больше. Очаровательное совершенно от Евгении пришло сообщение на сайт Сергей не слышала вашего мнения о Peugeot Евгения это говорит о том что вы только что включили приемник и никогда не слышали меня на Финал ФМ Петр здравствуйте Добрый день Здрасте Сергей спасибо за передачу спасибо вам что слушаете возможности да слушаю у меня такой вопрос к вам коротенький может быть хочу купить приобретение кроссовер какой-нибудь на пределах двух миллионов рассматривал Туаре Халди Кюпять Фрилендер второй или Сантафе что посоветуете ух ты во-первых Петр вы не просто миллионер вы дважды миллионер да нет это очень хороший диапазон выбора автомобилей поскольку за 2 миллиона можете выбрать все но вы умозрительно или вы уже на себя примеряли вот весь этот список ну не на себя на себя на жену то есть вы уже походили посмотрели потыкали ну да да и ни на чем не остановились ну думаю смотрели по отзывам в компьютере про Туарех про Туарех нелестные отзывы бывают и про Ауди и про Фрилендер тоже да так что как специалист хотел у вас узнать я видимо должен выступить третейским судьей и взвешивая аргументы тех кто обиделся и тех кто в восторге сказать где что золотая середина да 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 именно так а вам нужна машина побольше или поменьше у вас квартира сколько комнат ну квартира приличная комната а то есть у вас большая квартира поэтому вам не обязательно иметь машину которая была бы альтернативным домиком то есть вы можете в маленькой ехать потому что Фрил он маленький и Купятый тоже небольшой ну да да вам это нормально ну в принципе нормально да а Туарех в ваш список вожделения попал с какой стати ну так так просто смотрели ну правда база комплектации он стоит два лимона уже ну он тем не менее в базе имеет всегда шестиступенчатый аесин что уже хорошо и дальше у вас варианты есть только сделать из него внедорожник или нет взять этот уфровый пакет или нет вот же желательно чтобы комфорт был ну скоростной и проходимость чтобы была потому что ездим на дачу а там не всегда чистят дороги поэтому а вот тут вот уже как раз вы начинаете потихонечку выходить на нехорошую тропу противоречий потому что комфорт и скоростной и проходимость это редкое сочетание то есть вам нужно чтобы у верблюда не было горбов чтобы красиво смотрелся при этом еще хорошо преодолевал пустыню ну да да ну что ли линдкрузер двухсотый конечно просится но не хочется его поскольку он стоит до черта да это точно вы очень вежливо сформулировали этот ценник но правильный это ответ если вы хотите чтобы все-таки и внедорожник то это туарек но туарек это уже два с хвостом либо фрил а фрил вот он как раз каждую неделю обновляется у него ту лампочку добавят то еще что-то нынешний фрил тоже неплох и это наверное пограничник такой вот он из кроссоверов почти уже вышел во внедорожнике еще не пришел но даже на Ку-5 который я у них посоветую ни в коем случае тем не менее вы можете ехать до тех пор пока он просто не зацепится пузом за какую-нибудь неровность ведь полноприводная машина в отличие от истинного внедорожника отличается тем что ей во вред только даже не отсутствие блокировок а именно геометрия когда она начинает прилипать к земле вот тут вы ничего не можете сделать но только если громким голосом позвать на помощь а Туарек он кстати будет бороться и с оффроуд пакетом он так мужественно отряхнется хрюкнет скажет ну ладно ну я так уж и быть и выползет причем даже на стоковой резине он может он способен на подвиг вот в том виде в котором он сошел с конвейера завода он уже внедорожник при этом у него есть скорость у него есть комфорт он длинный а длинные машины они на дороге всегда себя ведут помягче поплавнее поинтересней но если вы все-таки чуть-чуть доплатите вы получите машину действительно универсальную а вот читать советские газеты перед обедом и стоны людей в форумах ну можно для общего сведения но не принимая их за истину потому что при всем при том что я себе товарек не куплю никогда я его искренне советую очень многим потому что по универсальности он один из самых-самых эталонных вот настолько грамотно он скомпонован но он конечно как всегда это не жигуль который в конце концов можно забыть и потом он кряхтя все равно поедет он как классная лошадка требует хорошего корма грамотного кобаля и профессионального бирейтера иначе он просто утрачивает породные признаки а что посоветовать из товарека бензин или дизель ну оптимально конечно вот самый шикарный товарек это с оффроуд пакетом на дизеле это совсем универсальная машина но если вы далеко уезжаете от Москвы и там у вас есть шанс хлебнуть местные солярочки то иногда лучше уже и бензин чтобы не рисковать но быть готовым к расходу топлива тут чудо не произойдет чтобы такую тушу на себе таскать любой мотор потребует оплаты иначе не получится то есть на чистом кислороде он не будет Яков здравствуйте Добрый вечер Сергей дозвонился тоже спасибо вам за передачу короткий вопрос уже к концу идет передача Саньонг Актион бензин дизель ручка или автомат 2 ВД или 4 ВД если у машины вступили черту вот бензинка 2.0 пусть даже с резиной в салоне которую они выдают за кожу она упакована великолепно сейчас ей новую мордочку сделали причесав окончательно по дизайну получили очень достойный автомобиль с фантастической шумоизоляцией шумоизоляция на форму хвалит все однозначно невероятно ресурс ресурс зависит только от вас вот как Вадим который звонил на БМВ он на них выбегает по 400 тысяч вот это заслуга человека техника на это совершенно не рассчитана но Акцион вообще машинка удачная и если бы фирма не зверела с сервисом потому что у них ценник на обслуживание он просто концлагерный он просто бесчеловечный поэтому они распугали всех лояльных клиентов люди купили и убежали но купить действительно можно особенно вот новые которые сейчас уже в красивом дизайне которые четко будут вас позиционировать как владельцы новой машины ну да именно новые покупают но это будет не всю секунду сейчас ее во Владивостоке научатся там шинки надувать фарки тряпочки протирать потом за наш с вами счет бесплатно погрузят на платформу привезут в Москву и вот под Новый год у вас будет часть обладания нового автомобиля планирую как раз да на конец февраля ну да как раз и они будут и у дилеров будет такая истерика когда любой клиент уже будет за счастье то есть вы туда придете 25 февраля да они они будут рыдать от счастья и можете из них соответственно выкручивать и новые коврики бесплатно и какие-то льготы по страховке это абсолютно правильно и Яков в общем достойный автомобиль опять-таки не читайте форумы где его ругают но будьте готовы к тому что ресурс его зависит только от вас ну а это в общем не так уж и плохо на будущей неделе я ухожу в отпуск во Франкфурт на 4 трудовых дня из этого не следует что мой голос не будет звучать в эфире я в эфире останусь но с нюансами до свидания